дорогие друзья здравствуйте мы снова с вами и собственно говоря сейчас мы находимся на участке шлифовки полировки готовых изделий это штака как правило плужинные пары смотрите вот мы руках сейчас технологическая карта собственно говоря это жизнь любого производства если вы видите технологическую карту с операциями и конечно же чертежом то можно сказать что вы видите производство и все этапы у который проходит детали изделия перед тем как поступить на слабые продукции но более продробного процессе полировки подходе к этому и конечно же подходе качество и чистоте этого качества нам расскажет михаил игоревич зелунов михаил игоревич вам слово я бы сказал что конечно технологическая карта эта вещь очень важная но на самом деле на любом производстве она вводится достаточно просто потому что по ней считают зарплату то есть потом когда деталь проходит атыка он поступает на расчет зарплаты и в общем то отсутствие технологической карты предполагает отсутствие денег поэтому как бы эта ситуация у нас более или менее в неплохом состоянии все понимают что они от этого сильно зависят но это как бы как дополнение к этому ну да мы находимся на участке шлифовки я бы что хотел сказать мы конечно делаем и выглаживание то есть если у нас технологии выглаживания это технологии в основном применяется на штаках но шлифовку не заменяет все-таки шлифовка это гораздо более высокий класс значит прежде всего она предполагает возможность работать с деталями твердыми выглаживание это все-таки мягкие детали мягкая нержавейка и так далее то есть как только вы ее упрочнили как только она стала твердой выглаживание становится невозможным второй вопрос это конечно то что мы здесь делаем не только внешнюю но и внутреннюю шлифовку и таким образом обрабатываем все вещи которые как правило являются проблемными то есть это сальниковые группы это сальниковые камеры это различные трущиеся уплотнительные поверхности которые являются конечно для каждого предприятия очень важным значит станков здесь достаточно много они достаточно разные практически мы не применяем здесь чпу потому что и применить его достаточно сложно по причине того что большинство деталей очень разные и обслуживание или скажем так работа вручную в ряде случаев является даже более приоритетной и проще нежели например шлифовальные станки с чпу если бы мы делали подшипники наверное да но поскольку каждая деталь отличается и в лучшем случае это серии там ну ну 30 30 до единиц это лучший вариант сплошь и рядом это одна две единицы да то конечно ручной вариант он превалирует существует внешне и внутренне как я сказал координатно расточная шлифовка то есть практически мы закрываем все виды шлифовки до диаметра приблизительно 400 миллиметров и на сегодняшний день этот участок обеспечивает ну достаточно высокую технологическую обработку деталей и соответственно обеспечивает класс да класс это ну например сальника да часто говорят как долго работает сальник да шлифовка один из элементов который дает хорошую наработку сальника я в предыдущей позиции рассказывал что например все штака покрыты твердым хромом да отшлифованный покрытый твердым хромом шток будет служить достаточно долго то есть достаточно это можно сказать и 15 и 20 лет и в общем то видимого износа он не будет не будет иметь сравнение например если мы возьмем сырой шток или например просто выглаженный что выглаженный шток на нержавейке в общем то даже на манжетах в течение лет семи восьми получает износ на самом деле если обратиться к эксплуатации главный враг любого клапана любого такого подобного источника это грязь не секрет что среда в трубопроводах ну скажем так желает оставлять быть лучшим то есть как вот ваша арматура подготовлен таким условиям это всегда конструктивная особенность да то есть мы всегда все части которые двигаются или попадают в область работы со средой всегда защищаем то есть у нас защищенный сальник то есть это не просто манжета да то есть это защита от выноса смазки как среду так и вне рамок да то есть это вверх да грубо говоря там например на подъемном клапане то есть области в которых происходит скользящее трение мы как правило стараемся защитить это существенно продлевает их жизнь и конечно обеспечивает достаточно надежную работу то есть по крайней мере других принципиальных возможностей в этой области пока не человечество не придумало да единственные варианты возникают когда делают очень две поверхности очень высокой твердости такой подход тоже существует но я бы сразу предупредил что мы делая высокую твердость понимаем что если между ними попадает какой-то элемент сравнимой твердостью то вы имеете заклинивание поэтому все равно эти позиции надо защищать мы в данном случае защищаем как правило это специальные элементы разные абсолютно то есть это бывает и фторопласты и графиты и в турка учите то есть они в разные то есть элементы которые можно быстро заменить можно до быстро заменить и непосредственно не снимая клапан с трубы и конечно на стенде ну сложно сказать в течение какого времени понятно что трехсотка и двадцать пятка не сравнится но в принципе где-то в течение двух трех часов любой клапан можно обслужить я так понимаю это одна из философии подхода вашего предприятия без останова производства особенно нефтехимического где простое стоит несоизмеримых денег очень быстрый и качественный ремонт но философия конечно состоит в ремонтопригодности я думаю что эта философия вообще как бы пришла нам от советского союза по причине того что в большинстве случаев мы сейчас тоже сталкиваемся ситуации с предложением заключить договора на обслуживание клапанов и мы это с удовольствием берем но практика показывает что в большинстве случаев все таки все предприятия имеют свою собственную службу кип и при определенной подготовки незначительной но тем не менее мы ее тоже проводим системно и обеспечение ее необходимыми запчастями с этими позициями она справится всегда лучше потому что выезд вызов специалисты так далее это всегда затратно раз и это всегда время ну и конечно это отбитие чужого хлеба да то есть в общем то они на этом живут поэтому гораздо будет практичнее дать им такую возможность предоставив консультации и своей на зим возможность заниматься своим делом а я как производитель должен дать им эту возможность и дать материал для качественного и быстрого обслуживания моего клапана золотые слова уважаемые друзья я хочу акцентировать на последних сказанных словах михаил олеговича что на самом деле важно поддерживать просто продажную свою продукцию обеспечить качественным зипом своевременным быстрым и надежным ответом скажем так любыми запчастями спасибо вам большое за презентацию а уважаемые друзья я не прощаюсь с вами потому что мы идем дальше идем по производственной площадке лг автоматика городе верья я думаю что дальше будет еще интереснее удачи друзья до новых встреч субтитры